Где взять деньги на колес? Это такой распространенный вопрос, запрос, либо возражение, которое озвучивают родители ребенка, которые прекрасно понимают, что это было бы здорово сделать, но очень часто люди откладывают этот момент, кажется, что ребенок маленький еще будет долго маленький, и когда у меня просто таких несколько ситуаций было, когда до окончания школы осталось 4, 5, либо 6 лет, родители вспоминают о том, что есть такая замечательная программа, но, к сожалению, минимальный срок действия договора в Медлайфе 10 лет, и мы уже не можем, нет времени для того, чтобы сформировать такую программу. И я понимаю, что дорого все стоит на сегодняшний день, все, что связано с детьми, это питание, памперсы, это частные детские сады, это занятия больными танцами, это занятия конным спортом, занятия большим теннисом, ну и масса всего, там, игрушки и так далее. Ну, я предлагаю вам лайфхак. По статистике в Украине на одного ребенка приходится 7 взрослых. Речь идет, ну, то есть это мама, папа, бабушка, дедушка, еще вторые, там, партия бабушек, дедушек, двоюродные, тети, дяди, крестные и крестники. То есть на одного ребенка, вокруг одного ребенка 7 взрослых, да, в близком кругу. Если все эти взрослые договорятся между собой и совместными усилиями будут оплачивать детский полис, в том числе накопительный, тогда у ребенка будет возможность, например, получить достойное высшее образование, как вариант. Подарки на самом деле могут быть разные. Не обязательно подарок должен быть большой, либо стоить очень дорого. По большому счету, детям все равно, сколько стоит подарок. Детям от нас нужна любовь, безусловная. И кроме объятий, кроме ласковых и нежных слов, детям важно и проявление в виде подарка, заботы. И дети реально не знают, сколько стоит этот подарок. Для него ценность, это ребенка, сам факт подарок. Как обычно мы дарим подарки, как это происходит? На день рождения, либо на Маколайчика, либо на Лизбол, когда мы приходим в семью, где есть дети, я говорю про ближние группы сейчас, то мы, как правило, дарим подарки. Как было это, например, в моей ситуации, в моей семье. Когда нас приглашали на день рождения к ребенку, мы с мужем оговаривали бюджет, который мы можем выделить на подарок. Я обычно ехала в Антошку, детский магазин, шла в отдел игрушек и покупала на всю сумму, которую мы определили с мужем для подарка. Я покупала подарок. Я считала, что это классно, это здорово, это замечательно, и дарила этот подарок. Так поступают большинство взрослых, когда они приходят в семью, где есть дети. Но можно поступить по-другому. Можно подарить подарок не на все деньги, которые вы выделили на подарок, а половину. А вторую часть денег, которую выделили на подарок, вручить родителям в виде, ну, в конверте, скажем так, да, для того, чтобы родители потом эти деньги конвертировали в накопительный полис для своего ребенка. Совершенно потрясающая история. Причем вы можете договориться друг с другом бабушки с дедушками, бабушки и дедушки с двух сторон, да, либо бабушка с дедушкой с одной стороны, другие против, предположим, потому что таких историй масса, когда с противоположной стороны, там, бабушка с дедушкой не понимают, зачем это нужно. Ну, то есть, можно с крестными договориться, с тетями, с дядями, там, с племянниками и так далее. Кто-то может реально договориться между собой из взрослых вокруг одного ребенка и договориться с родителями этого ребенка и оформить накопительный полис для оплата, например, образования ребенка высшего образования. Ну, неважно, какого на самом деле. И ваш ребенок, внук, племянник, крестник вам обязательно скажет спасибо через много лет, когда вы сможете осуществить, например, его мечту, и он сможет учиться в том вузе, в котором он будет хотеть учиться. По крайней мере, мой сын закончил Кево-Магирианскую академию, и когда ему исполнится 21 год, то, когда мы отмечали его американское совершенновидие, скажем так, по американскому стилю, то он произнес благодарственный тост в адрес моего мужа. Он нам был благодарен за то, что мы имели возможность.